Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос. Вступил в интимную связь с директором фирмы, он в разводе уже 4 года как. После развода не смог построить отношения, с первого я согласилась на секс без обязательств, потом поняла, что стала привыкать. Спустя полгода рассказал ему, что больше так не могу, завершила отношения. С тех пор он не даёт покоя, то появляется, давая надежда, то исчезает. Скорее всего звонит в цель в войти в доверие, чтобы я пригласил его на ночь. Недавно признался мне, что я ему очень нравлюсь, но после предательства и тяжелого развода сложно довериться, полюбить, выстроить отношения. Сказал мне это и опять пропал на месяц, как перестать надеяться на что-то и как донести до человека то, что мне не подходит. Я уже полгода отвершусь, что между нами ничего больше не будет. Мы постоянно говорим на одну и ту же тему, но ничего не меняется. Как ни странно, ответ на ваш вопрос заключается в том, ключик к вашему вопросу, в том, по крайней мере, к первому вопросу. К чему вы начали привыкать? Дело в том, что вы не просто так начали привыкать. Вы начали привыкать к чему-то, к вниманию, к любви, к опоре. Так, вот эта вот надежда, которую вы описываете, вот эта надежда, она очень важна по сути. То есть, если мы говорим про как раз то, что вам, например, нужно, если мы говорим как раз про то, чего вы хотите. Например, если мы говорим как раз о том, что вы, ну, к чему-то, да, к чему-то привыкли. То, само собой, разумеется, что речь идет именно про потребности, про ваши потребности. И, конечно, очень важно в данном случае понимать, о каких потребностях в данном случае идет речь. Чего вам хочется, в чем вы нуждаетесь и так далее. Это очень-очень, как мне кажется, как мне видится, это очень важный момент. Второй момент заключается в том, что вы ставите перед собой, на мой взгляд, невыполнимую задачу. А именно, вы хотите донести то человека, то, что ему, ну, в принципе, неинтересно. Ему неинтересно как-то признать или послушать вас. Ему это неинтересно. Ну, понимаете, не в его интересах признать и допустить, что между вами ничего не может быть. Потому что вы-то ему подходите. С вами он получает хороший, хороший секс, судя по всему. С вами он получает внимание. С вами он получает все ему необходимо. Опять же, хочется вам этого или нет, но это правда. Поэтому очень важно понимать, что не доносить нужно, а просто выставить свои границы. Но вы этого сделать не можете. И вы этого не можете сделать, на мой взгляд, не случайно. Вы не случайно, ну, не можете сказать, например, ну, сказать мужчине, что... Точнее, даже не сказать. А вы не случайно не можете, условно говоря, его, ну, как бы, опустить. Потому что вы в нем нуждаетесь. Пока вы не увидите в всем, условно говоря, ваша потребность. Пока вы, условно говоря, не заметите, какую вот, скажем так, глобальную, если угодно, проблему вы пытаетесь решить. Но он так и будет вас, очевидно, цеплять. Просто потому, что у него это будет получаться. То есть он не понимает, что мужчина это, в целом, не причем. Он преследует свои интересы и, на мой взгляд, скромный, скромный, на мой скромный взгляд, это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально, что он вот преследует свои интересы. Ну, напротив, на мой взгляд, опять же, было бы странно, если бы он этого не делал. Нет, человек преследует свои интересы, человек делает то, что он хочет и, в этом, в этом, вам, есть чему, есть чему, чему, у него получится, к сожалению. В этом, в этом, вам есть чему, у него получится. Потому, что вы это чего хотите. Да? Вот. Понятно ли, чего вы хотите? Понятно ли, что вам нужно? Нет? Вот. Вот вы говорите, например, что, ну вот, стал я привыкать. Да? Вот. Ну, стал я привыкать к тому, значит, что у меня есть, грубо говоря, мужчин. Так, а к чему, простите, к чему конкретно вы стали привыкать? Это же не понятно. Об этом же, об этом же вы не говорите. Понимаете? Что это значит? Это значит, что, либо не привыкли, об этом говорите, либо стесняетесь, стыдитесь, об этом говорите. Вот. Либо, либо не замечаете. Просто, ну, просто не замечаете того, что вот с вами происходит. Это не хорошо и не плохо. Это просто данность, это просто факт. Поэтому, как раз таки, чем быстрее, чем быстрее вы для себя это увидите, чем быстрее вы для себя это обнаружите, вот, обнаружите. В чем же вот, в чем же таком вот я, ну да, с чего же такого мне хочется-то, что я вот так вот себя веду, да? Чем быстрее вы это, чем быстрее вы к этому придете, тем лучше будет для вас. На сегодняшний момент, на сегодняшний день, это так. Вот. Какая-то такая, пожалуй, здесь может быть обратная связь. Да, есть такие, ну, достаточно банальные, я бы сказал, вещи. В общем, несколько банальных вещей про самооценку ваш, про вероятный страх одиночества, про вероятные опасения, что как-то вот никого больше вы не встретите, что это вот, ну, такой единственный в своем роде мужчина, да, и так далее. Вот вы говорите, что вступили, значит, в интимную связь. Говорите о том, что... Как-то вот вам... Ну, видимо... Какое-то время... Это нравилось. Видимо... Какое-то время вас это устраивало. Это первое. Для... Ну, в какой-то степени, да? Зачем... Вы вступили в эту интимную связь? Не в плане... Не в... Не в... Не в плане того, что... Вы не должны были в нее вступать. Нет. А именно для чего? Для чего? Чего хотели? Чего хотелось вам? В этой интимной связи? Это первое. Второе. Что произошло, когда... Когда, собственно, вы... Ну... Заметили, что вас это больше не устраивает? Что произошло? Ведь... Ведь... Опять же... Что-то... Произошло... Опять же... Что-то... Изменилось... Только... Только что... Вот вы пишете... А... Как мне это нести до... Там... Чего... Ну... Как мне это нести до человека, вот, значит... Что... Там... Вместе мы не будем. Ну, к примеру. Да? То есть... Обратите внимание, что... Вы... Хотите... До него... До него донести... То есть... Убедить... Убедить его... В том... В том... Что... Что... Больше... Вы не будете вместе... Ну, вот... Вас... Вас... Не... Смущает... То, что... Вы хотите... Хотите... Его... Как бы... Убедить... Ну... Меня... 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 Например... Это... Это... Несколько... Смущает... Вот... Потому что... Это... То же самое... Внимание... К человеку... То есть... Иными словами... Что получается... Получается, что... Раньше... Вы с ним были... В интим... В интимной связи... А теперь... Вы с ним в другой связи... Но... Ничего не изменилось... По сути своей... По сути своей... Все осталось... То же самое... Вот... Ну... Да... Только... Вы себя... Может быть... Немножечко... Обезопасили... Вроде как... Вы теперь... Не находитесь с ним... В этой... Интимной связи... Ну... Изменилось... На самом деле... Мало чего... Хочется... Знаете... Спросить вас... Вот... Как ваша жизнь... То есть... Ну... Как... Как обстоят дела с вашей жизнью... Хочется вас... Об этом... Как-то... Спросить... Вот... Удовлетворены ли вы... Своей... Жизнь... Тем, как вы живете... Нравится ли вам... То, как вы живете... Насколько вас... Ну... Устраивает... То, как вы живете... Вообще... Да как бы... Вот... Нет... Нет ли... Такого... Такого... Что... Пустова при жизни... Вам... Ваше... Кажется... Вот... Постарайтесь... Подумать... На эту тему... Постарайтесь... Увидеть... И если в этом... Что-то... Кажется... Потому что... На... Мой... Взгляд... В этом и кроется основная... Ваша проблема... То есть... Вы вроде бы... От человека-то хотите избавиться вроде как... Вы вроде как... Говорите... Ну... Все... Не по пути нам с тобой больше? Да... Но куда вы пойдете? Ну... Вот сейчас все это закончится... Вот вы... Вам не по пути... Не по пути... Да... Что делать-то вы будете задать? Вот все... Вопрос... И я думаю... Что вы не знаете... Я думаю... Вы не знаете... Что вы будете делать... Вот... Это... Самое... Такое... Знаете... Ну... Наверное... Наверное... Неприятно... Что я буду делать... Если завтра... aquстство... advantage... Человека не будет... На что я... Направлю свою... Энергию? Если... Если мне... На что ее направлять? Ну вот, на мой взгляд, пока что нет. На мой взгляд, пока что нету, ну понятно, что это только моё мнение, понятно, что как-то вот могу я ошибаться, понятное дело, что могу я как-то вот быть неправым в этой ситуации и так далее. Вот, это понятно, это само собой разумеется, я не спорю с этим. Вот, ну давайте хотя бы вот немножечко просто допустим на секунду, что всё это может быть, ну, что это может быть вот, ну, про, давайте просто допустим это. Без каких-то пока утверждений, без каких-то пока выводов, да? Да, мы не будем пока ничего этого делать. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Я вам буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, я надеюсь, что в своей обратной связи вы сформулируете базовые постулаты для психотерапии. Это позволит вам начать над собой работу. Я же желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Спасибо. 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 Спасибо.